друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж волатильность на финансовых рынках это то что нам пока снится но если закрыть глаза конечно же на фондовую секцию сша американский фондовый рынок который умудрился при том фоне который сложился в последние недели а именно перспектива повышения процентных ставок и рост числа случаев заражения микроном умудрился выйти на новый исторический максимум и сын пи сейчас котируется на отметке 4 тысячи семьсот семьдесят семь пунктов когда-то я грезил идеей того что и сын пиво становится до 5000 пунктов и очень верил в эту идею постоянно покупал американский индекс данный индекс широкого рынка но все-таки а микрон заставил меня пересмотреть свое отношение к эталону риска именно американской фондовой секции и я принял решение ранее как вы помните все таки пока что оставить и сын пи в покое я ничуть не жалею друзья то что вышло и сделки потому что скорее всего если все таки вернуться к адекватному анализу фундаментального фона у индексов а было куда больше шансов отправиться вниз и мы видели даже признаки вот этой коррекционной динамики я советую вам тоже не расстраиваться если вы не заработали на последнем скачке и росте интереса к см пи на знаку и доу джонса будут возможности друзья в новом году и мы их обязательно используем по активам рынка форекс тоже мы видим то что активность остается снижены поскольку новогодние рождественские праздники поскольку пустой абсолютно пустой экономический календарь многие трейдеры уже отсутствуют а те кто еще сидит а перед терминалами не знаю рассчитывая может быть на какие-то движения в последние дни они не торопятся открывать новых позиций еще до наступления нового года это тоже оправданная тактика и стратегии я также ранее говорил что если вся есть такая возможность если вы можете держать в руках и не спекулировать на рынках каждый день сейчас возможно лучше даже не лезть на финансовые рынки потому что те движения которые идут они даже не соприкасаются правильным образом не соотносится с тем фоном который имеет место быть рынок нефти явное тому подтверждение 78 26 доллара за баррель это котировки бренда причем я отмечал что если бренд прорвется выше 76 50 то нужно будет конечно же позиции закрывать уже после искать себя новые точки входа этот рост последовал нам довольно негативном фоне поскольку в штатах это статистика которая была подтверждена в том числе и проанализирована аналитиками блумберга да и в принципе не нужно особо копаться чтобы найти подтверждение это обычный трафик пассажиропотока и динамика рейсов более двух тысяч рейсов сша в последний день было отменено из-за кадрового голода скажем так из-за дефицита нехватки персонала за счет и причине роста числа случаев возражения омикрон и много раз я уже отмечал что спрос на авиационное топливо является пожалуй главным индикатором спроса на углеводороды при таком фоне на нормальном рынке нефть должна была камнем обвалиться и обновить точно локальный минимум потому что это и есть подтверждение в купе с резким ростом запасов бензина в сша что спрос остается крайне подавленным вместо этого рынок показал один из самых динамичных ростов скажем так восходящих движений за последние торговые сессии и соответственно а те уровни которые мы видим сейчас они как раз заставляют нас еще раз пересмыслить что с рынком нефти будет дальше новых позиций сейчас открывать точно не стоит впереди заседание опек она состоится 4 января вот после него уже можно будет обсудить что с брендом wta делать дальше хотя я уверен то что соглашение точно не будет скорректирована по уровню нефтедобычи но там посмотрим индекс доллара 96 06 те же самые уровни что и вчера прям копейка в копейку ничего не изменилось хотя фундаментальный фон ранее мы с вами разбирали он точно располагает к росту блок статистики отличных доходов до динамики заказов на товар длительного пользования европейская валюта те же самый уровень 1 1325 только что отметил что очень мало трейдеров сейчас открывает новые позиции в том числе под этой мажорной валютной паре и талоне риска среди валютного рынка но если бы трейдинг шел активно и этот трейдинг был бы основан на фундаментальном фоне то нужно было бы отыгрывать идею ухудшения педагогического фона потому что во франции вчера было выявлено роста числа случаев заболевания 85 тысяч это рекорд за все время пандемии в англии то же самое 125 тысяч и конечно же при таких цифрах вот стоит сделать ремарку небольшую то что во франции рост числа заболевших приходится даже не на микрон который вроде бы как самый заразный вирус и только поэтому можно предположить что через какое-то время в этом регионе будет зафиксирован новый максимум но это все так как комментировали эксперты всемирной организации здравоохранения которые предупреждали нас о том что пики роста придутся уже на период после рождественских и новогодних праздников я в связи с этим друзья рекомендую вам смотреть на эту валютную пару как на тот актив который на сто процентов коррелирует с динамикой доллара и ожидая постановления курса американского доллара здесь нужно ставить на снижение евро по фунту такая же картина только что отметил именно прецедента обновления и постановки нового антирекорда по числу случаев заболевания при этом фунта чувствовать себя довольно бодро и мне просто интересно будет посмотреть дальше когда же его лишат этой бодрости как быстро либо до конца этой недели либо уже в первых числах января но фунта я по-прежнему рассматриваю с точки зрения шартовых сделок bitcoin надеюсь то что вы друзья не попали в ловушку покупателей как только bitcoin скрепился выше 50 не стали транслировать идею того что вот разворот и дальше будут новые максимумы уже 49000 я думаю что снижение продолжится цели прежние которые отмечал ранее это 40000 и на 30 золото которое мы с вами покупаем и решили что это будет одной из главных идей этой недели будем сопровождать транслировать дальше 1810 друзья сейчас high был 1813 ухудшение фона связанного с к виду нежелание сейчас участников рынка закладывать в курс золото риски связанные с повышением процентных ставок в сша но при этом активную позицию и желание торговать золотом как лучшим активом в качестве страховки от инфляции потому что сейчас все опережающие индикаторы например в сша это индекс расходов наличное потребление которое было публиковано в пятницу а свидетельствует о том что по итогам декабря нас ждут новые максимумы по инфляции только уже не за 40 лет а за 45 и более и золото возможно на этом будет получать хорошую поддержку цели до конца этой недели 1825 может быть даже повыше и полагаю друзья эту цель мы с вами сделаем этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошая торговая сессия всем пока